Привет-привет! Будет такой очередной наболевший материал, который пополнит цикл видео «Заточные мифы и легенды». Все видео на тему вот этих «Заточных миф и легенд» собираю в отдельный плейлист, на который ссылку приведу в описании к этому видео. Ну и для удобства для тех, кто смотрит с мобильных устройств, также размещу ее в первом комментарии. Тема выпуска «Дулька и тупье». Существуют разные легенды, теория, поверье среди любителей и ценителей ножей о практической полезности «Дульки» как такого технологического усовершенствования. Но лично меня интересует данное явление только сугубо со стороны «Заточки» и последующей эксплуатации. Постараюсь сначала кратко, а затем чуть поподробнее в конкретных примерах. Ну, если перед «Заточкой» встает вопрос «Делать дульку или не делать», то мой однозначный ответ «Нет, не делать». Ну, исключение разве те случаи, когда «Заточка коммерческая», «Заказчик» работал настолько упорот, что настаивает на порче своего изделия, даже несмотря на уговоры и разъяснения. Ну, за годы наблюдений за вот этим вошедшим в массы пагубным увлечением по созданию «Дульок» на лезвиях ножей, ну, оправдание вижу только, ну, там, как бы недалекость, наверное, ограниченность вот этих пропагандистов данного. Безобразие, которое, на мой взгляд, ведет скорее к порче изделия. Ну, вроде бы прикрывают с одной стороны вполне логичным, с точки зрения «Заточки», таким постулатом, что кромка ножа должна быть там максимально проточена по всей длине там. Ну, если присутствует расширение клинка возле там рукояти, который образует на кромке небольшую непротачиваемую область, то с этим явлением, которое так в простонародье называется «тупье», с ним нужно как-то бороться. Ну, и как с ним бороться там? Ну, если затачивать вот таким вот широким абразивом, то, соответственно, если есть расширение, и когда мы работаем таким широким абразивом, то получается, он работает, начинает под небольшим углом, и можно нарезать такую ступеньку определенную. Ну, и как решить такую проблему, которую стоит? Можно взять там, не знаю, надфиль, там, или бормашинку, и в данном месте там напилить вот эту так называемую дульку. Ну, и, соответственно, мы радикально ослабим клинок вот в этой части ножа. Ну, как бы, при необходимости протачивать вот эту данную область можно, в принципе, и другими, наверное, абразивами, которые работают по малому пятну контакта, например, вот, вплоть до таких вот абразивов, которые работают прям по совсем маленькому участку кромки. Ну, не знаю, может быть, там сообразительности не хватает, как бы, какие-то другие трудные существа. Ну, понятно, что нужно иметь тогда и, как бы, дополнительный абразив, который позволит обрабатывать такие области. И ладно, там складная мужская ножевая бижутерия, но вот эти колчаруки и заточники уже и до кухонных ножей умудрились добраться, и несут в массу вот эту колхозную эстетику дульки. И, если, как бы, нужна кромка по всей длине, то, ну, логично, наверное, при приготовлении вот этих определенных блюд, там, или в работе с определенными продуктами использовать, там, нож кухонный, там, с открытой пятой, где, как бы, проблема с тупьем и с дулькой отсутствует. Как класс, ну, такого, там, какого-нибудь а-ля японского строя, там. А если предпочтительно европейская кухня, со своими особенностями, то, пожалуйста, вот ножи с закрытой пяткой. Более того, хоть там ссылаться на ГОСТ является, наверное, некого рода маветоном, но это весьма продуманные документы, которые пишутся, там, ну, для целых индустрий, производств. Специально распечатал ГОСТ. 5101597, черным по белому, написано, что кромка на расстоянии 20 мм от ручки должна быть притуплена. Как бы, резонный вопрос, зачем? Ну, варианты ответов, наверное, могут быть разные. Ну, во-первых, там, при закрытой питье, эта область кромки, ну, практически не используется. Во-вторых, эта область ножа, там, используется, в том числе, там, ну, при раздавливании, там, например, там, чеснока, орехов, там, плашмя, там, когда давят на нож. И помню, там, как-то, кто-то вроде из поваров, там, времен СССР рассказывал, что при наличии, вот, тупья, с подручней было вскрывать, там, всякие сетчатые какие-то упаковки. Ну, как-то звучит, оно, может быть, как-то несколько сомнительно, потому что, как проверить, сейчас не представляется возможным. Ну, вот, сам факт, что, как бы, такое мнение звучало. Ну, опять же, факт остается фактом, что затупление кромки, как минимум, на поварских ножах, оно, там, было, там, регламентировано на законодательном уровне. А сейчас, вот, регулярно натыкаюсь на накуханные ножи с такой порнографией, там, специально вставлю фото для наглядности. Причем, часть ножей, так, ощущение, что изготавливают какие-то вот эти вот, как я называю, там, гаражные умельцы, великие ножеделы современности, ну, которые, вроде бы, так видят. Ну, изначально производят, например, кухонный нож с закрытой пятой и потом сразу на нем пилят дульку. Для чего так делать, непонятно. Почему, там, не сделать сразу нож с открытой пятой, там, например, или аккуратно сделать закрытую пяту, и чтобы вот это тупье было минимального размера. И также встречаю, что вот заточники корежат и полноценные кухонные, там, фирменные ножи. Ну, вообще, приведу несколько примеров. Серийный кухонный нож Викторинекс. Не знаю, насколько тут это будет... Вообще, можно будет ли мне показать? Постараюсь тут сфокусироваться. Ну, тут буквально полмиллиметра. Или вот этот вот, Брайл Джера, там, или как он там... Из Икеи, из ВИДЖИ-10. Ну, здесь побольше, да, где-то, ну, полсантиметра. Здесь уже коцка тут стоит. Ну, и какие тут дульки, вот, имеет смысл нарезать на вот таких ножах? И зачем портить, как бы, изделие, непонятно. Проходничьи ножи вообще, наверное, без комментариев. Там, городить вот такую порнографию, как вот один из ножей. Покажу на фото. Зачем так делать? Кто такой покупает или заказывает, тоже совершенно непонятно. Ну, отдельный пластык, там, складные ножи. Также подготовил несколько из своих коллекций. Вот, БАГ-110, скажем так, с девственной заточкой. Тоже видно, вот... Надеюсь, будет видно совершенно, вот, ну, где-то, ну, сколько тут... Миллиметр, наверное, тупья, там, или вот... СКФ Векши. Здесь можно радостно захлопать в ладоши, вон, сколько здесь спилено, да, можно как только дульку, наверное, воспринять. Но, это не дулька, а дульща. Но, это не дулька, там, да, скорее, сей пропил, наверное, является технологическим, потому что при закрытии клинка... Как раз попадает на место пропил на эту дульку. Ну, наверное, его можно сделать меньше, вот этот пропил, но, с другой стороны, как это элемент дизайна, там, вот эти окружности, там, плавные линии перетекают из одну в другую. Вот, или вот, Лайн Стил, тоже есть тут, вот такой пропил. Даже дулькой не назовешь, но тоже он является технологическим, потому что тоже приходит в бонку. Ну, видно плохо, ну, ладно, в общем, поверьте на слово, что это как раз попадает в это место. Ну, можно порассуждать, там, опять же, про дизайн, там, и так далее. Ну, и следом покажу фото, там, спайдерка, милитари, специально нарыл китайскую копию, продукт парамилитари. Оригинальный спайдерка Native, тоже решил посмотреть, какую же там тупьё, что пришлось делать. Выпиливать дульку, тоже тут какие-то совершенно скромные, не знаю, не видно там ничего. Ну, вот, вот так вот, если посмотреть, ну, совершенно незначительные по... По размерам вот эти вот участки с затуплениями. То есть выбор стоит между тем, либо иметь полмиллиметра стали, вот здесь вот, в области вот этого тупья, и не затачивать это место, либо иметь в этом месте, там, круглый, там, или овальный пропил, там, для неведомо каких целей. Ну, так что, в принципе, предлагаю подвести такой итог. Дулька, как таковая, на мой взгляд, она совершенно не нужна. Никаких проблем она не решает. Кромки, как и не было в месте тупья, так, там кромки-то и не появятся. Ну, а клинок, там, с появлением вот этой дульки, будет, ну, как минимум, ослаблен. Ну, а нож, в первую очередь, он должен быть надёжным. Так, а не этим каким-то мальчуковым, там, лобком, который будет удобно затачивать, там, не знаю, широкими абразивами. Как-то так. Всем привет! Привет!